Ребята, всем привет! Сегодня в Грузии 3 марта. Здесь отмечается День Мам. Так что всех грузинских мамочек и просто мамочек я поздравляю с этим днём. Желаю вам оставаться наполненными, оставаться в ресурсе, быть счастливыми. Это, наверное, самое главное. Мы сейчас едем в кафешечку, сделали дома все дела. Выходной, кстати, в школе. Сегодня пятница, и в школе выходной. Так что Кириллу будет выходной в пятницу, в субботу и в воскресенье. Едем сейчас. Пока даже не знаем в какое, наверное, где будет место. Заранее ничего не бронировали, но у нас есть пару определённых мест, где мы были. Вот сейчас мы туда попробуем заехать. Возможно, нас ждёт удача и место будет. Но это не точно. Сегодня с этой стороны мы заехали. Вот они, может, уезжать сейчас будут. Стой, что-то уезжать будут, а мы сюда встанем. Ну, чего ты? Мне кажется, там мест нет. Вот. Ну, попробуем бы подать счастье. Место оказалось свободным. Мы уже сидим в кафешечке. Кстати, последний был свободный стол. Нам повезло прям. Ты хочешь такой и такой сразу открыть? Дети у нас картошечку выбрали. При. Мы ждём свой заказ. Любимый лимонад от Сфейхоа и с виноградом. Ты с виноградом любимый? А вот так выглядит куриный салат. Или по-другому Цезарь. Давай, забирай. Удобные щипцы. Мне такие тоже домой надо. Так, берём и накладываем салат. Помидоры, по-моему, нет. Гриша, твоя пицца. Пепперони. Ай, это колбаса. Как это не твоя? Ты сказал, пицца с колбасой. Так быстро? Это ловио с фасолью. Ммм, спасибо большое. Фот, скажи поближе, хочу смотреть что-то. Ни разу не брали, кстати. Это что такое, хлеб или котлета? Тоже, думаю, да. Ребята, ваше здоровье. Пусть у всех всё будет хорошо. Это сапирами красные супы. Пицца выглядит очень аппетитно. Вкусно сыновало. Это называется лобио. Его подают в горшочке. Это фасоль, лепёшка. Что это? Забыла. Забыла капуста, перчик и другой. Капуста другая, красная. Спасибо. Спасибо. Мерис, вот телефон, да, посмотри, что это. Ммм, это вкусно. Интересно, что это такое? Фалафель, ты думаешь? И хлеб, и не... И не хлеб, и не картошка. Мы так не поняли, что это такое. Напишите в комментариях. Да, как будто как манка, запечённая манка. Что это может быть такое? Мы немножко не подрассчитали, заказали ещё и шкмирули, но мы уже наели. С салатом, пиццей, лобио. В общем, всё принесли шкмирули. Обалденно вкусно. Похоже, мы возьмём его с собой. Такой мешок получился такой. Гришуль, все предметы квадратные обведи в красный цвет. Подушка квадратная. Ещё что-то квадратное есть, нужно обвести в красный цвет. Ещё ещё что-то. Картина. Картина, правильно, молодец. Это такая картина, которую я пасывал, чтобы поможем и дверь. А теперь синим карандашом обведи все круглые предметы. Понял. Давай, бери карандаш. Ты видишь здесь круглые предметы? Да, я знаю. Давай, обводи их синим карандашом. И на, часы такие. Часы, часы, да, обводи синим цветом. Часы уже были, Гриш. Там что-то ещё есть круглое? Ну да, монетка и это, и это. Монетка, диск и мячик. Ну, обводи синим цветом. Синим цветом синие предметы круглые. Кружок синий. Что ещё круглое? Это вот такая золотая монета. Евро, да. Золотая монета. Придерживай ручкой тетрадку. Ещё есть круглый предмет? Посмотри. Ну, давай, вводи. Ты такой трудяшка. Так стараешься. Теперь собираем фигуры по цветам. Сначала самая большая фигура, потом средняя и маленькая. Где самая большая жёлтая фигура? Круг. Так, давай, собирай. Сначала самый большой. Держу, помогаю тебе. Потом средненький. Давай. И самая маленькая. Это какого-то точек такой. Разложение буквы. Последнее задание. Нужно разложить стрелочки в клеточках по направлению и по цвету. Разложение. Отлично. Так. Ну и последняя синяя стрелочка. У нас ещё... Вот ещё две стрелочки. Вот стрелочка вот здесь, видишь, квадратик. Умничка. У тебя отлично получается. Кому интересно, уже показывал нашу тетрадь. Это по математике. Монте-Сори. Мы уже с Гришей на 17-й странице. Тут вот. Вот нам ещё заниматься и заниматься. И что мне нравится в этой тетрадке, есть в конце материалы, которые вырезаем. И по ним занимаемся. Вот это мы уже вырезали. Кружочки, стрелочки, картинки. Всё складываю в пакетик, чтобы не растерялось. И это тетрадка из фикс-прайса, девочки. Мальчики, 150 рублей. Супер. Ребята, всем привет. Продолжаем влог. Сегодня мы едем в Турцию. В прошлый раз мы ездили в Трабзон. Сейчас мы едем в Хопа. Населённый пункт. Мы едем туда. И на обратном пути заедем в Кемаль-Паша. То есть, получается, мы едем через Кемаль-Паша в Хопу. И обратно заедем в этот населённый пункт. Нам нужно сделать на машине виза-ран. Если вы приезжаете в Грузию, вы на машине с иностранными номерами можете находиться 3 месяца. Спустя 3 месяца вам нужно... Ну, точнее, чуть-чуть за 3 месяца. Не доводите до этого срока. Там за пару дней. Пораньше вы езжаете за пределы Грузии, хоть на 5 минут, хоть на час, хоть на день. Возвращаетесь, и виза-ран обнуляется. Можете ещё 3 месяца ездить. Вот. А что касается людей, в Грузии без визы можно находиться 365 дней. То же самое выходитесь за пределы. Вот мы сейчас выйдем в Турцию, и 365 дней они обнуляются. Виза-ран называется. Вот. Сейчас время утра. Дождичек идёт. Я так понимаю, что в Турции тоже идёт дождь. Заправим машину на грузинском Лукоиле. У нас как раз там осталось на 110 километров. Нам, в принципе, его могло бы хватить, но не будем рисковать. Видите, у нас взяли с собой пледники. Это Гриша сидит. Он где-то там, закопанный в плед. Гриша, покажись, где ты? Да, вот. Привиденница. Тихо, не разбейте. Передай Кирюше. Кирюша телефон тебе передал, папа. Выдернули из кровати рано утром детей. Всё. Пупсички. Классные пледы, кстати. Вот этот плед нам дарили на день рождения Кирилла, когда он родился. Вот этот с обезьянками. А зелёный пледик это фикс прайс. 200 рублей или 250. Хорошие пледики с собой в дорогу вообще супер брать. Возьмём сейчас себе кофе с собой. Макдональдс. Вот, кстати, вкусная шаурма продаётся. Вот, видите, зелёненькое такое салатовое название. Вот это Маша Урма. Очень вкусная. Кстати, ни разу... Я не была ни разу в этом маке. Вот такой большой. Хочу подняться, посмотреть, что здесь за мак. Большой. Такие беседочки. Смотрите, какая здесь комнатка есть. Игровая или что там. Смотрите, как там красиво. На улице можно похудеть. Классно. Экскурс по Макдональдсу из Батуми. Реально очень большой и необычный. А второй ты взял чек? Вот ещё мой кофе. И то по 17 дали тебе. Наш заказик. Кофе, завтрак. Сейчас мы в машине сядем и поедем. Из центра Батуми до Хо поехать 1 час. Вот это Батумский аэропорт. И там, где море, рядом есть место, где собираются много-много людей. И они делают фотографии, как будто самолёт прямо над ними летит. И они его руками трогают. Очень красиво получается. Ну или просто, да. Сидят вечерком на камнях и смотрят, как взлетают самолёты. К любой границе сухопутной подъезжаешь, начинают фуры стоять. Мужик с Арпи подъезжает. Смотри, какой отельчик. Вот такой красивый. Такой красивый. Смотрите, дети, какой водопад. Слушайте, а вот тут, наверное, падал камень. Вот здесь показывали видео, что упал, обрушил скала. Видите, ямок. Ну, я думаю, да, потому что, вот, видишь, на дороге какие штуки. Это даже в новостях показывали. Вот оттуда. Чтобы заехать в Турцию на машине, нужна страховка. Мы в прошлый раз оформляли. Она стоила 750 лир. Она у нас на 3 месяца мы выбрали. И нам сейчас страховку оформлять не нужно. Вот тут страховку мы оформляли. Вот здесь, получается, у нас граница. И прямо здесь, справа, вот, пожалуйста, страховочка. По-моему, там 3 месяца, можно больше, меньше, не помню. Вон, пойдем в Грант и Леев в Турцию. Попробуем сейчас с детьми. В общем, здесь вообще нужно выходить пешеходом. Только один водитель проезжает. Но в прошлый раз мы с детьми проехали. Сейчас скажут, что выходить, выйду, пойду вон туда. Посмотрим сейчас, что скажут. Мы решили не ждать. И пошли пешком. Простояли чуть-чуть очередь. Ну, небольшую. Сейчас идем по коридорчику. Вышли из Грузии, заходим в Турцию. Отцом едет где-то вон там. Людей, кстати, не очень много. И машин меньше, чем мы перед Новым годом ездили. Мы 22 декабря ездили. Было очень много машин. Сейчас почти нет никого. Все, мы в Турции. Выходим. Видите, его ножом оттали у нас вперед. Вот это весь лабиринт. Мы сейчас прошли пешком. Стоим, ждем Артема. Его пока еще нет. Заодно лужи меряем на глубину. Смотрите, полицейский как настоящий. Особенно издалека. И вот сразу после границы, буквально одну-две минуты на машине, Кемаль-Паша поселок. Или город. Извините, если это город, то извините. А, тут, кстати, Истанбул-Базар вот сейчас там налево. И там торговый центр. Истанбул-Базар, вот он. Там были вайкики, там есть. Мигрос, вот он. Вот мы приехали в Хопу. Быстрее даже, чем думали. Где ты говоришь, вот это вот? Ты про это говорил? Прямо Резе и Трабзон. Сейчас мы посмотрим, что тут есть. Может, еще дальше поедем. В Трабзон мы еще пока думаем. Зеленый. Это здесь есть рынок. Сейчас мы его попробуем поискать. Ну, прям недалеко от мечети. Есть магазинчики, оптовочки всякие. Думаю, ощущение, что здесь половина магазина закрыта, потому что сегодня воскресенье. Где-то здесь продают вкусный сыр. Сейчас мы пойдем. А, вон там, где рыба. Вот туда нам, прямо. Ну, это здесь большой магазин сыров. Ну, вот, слушайте, все закрыто. Классно. Воскресенье. Кто самый удачливый, это мы. Продается рыбка. Это, наверное, хамса, да? Маленькая. Дорада, Себас. Еще рыбка. Очень большой магазин сыров. Сейчас вот так называется. Еще курочка есть. Ручками не трогать. Да, видишь, какой выбор сыров. Масло, оливки. Фруктики здесь продают. Асторанчики, кафе. Ммм, что, что, аромат и супчика какого-то. Идем по улочкам. Мне кажется, мы уже вышли от... Из рынка. Уже идем просто. Гуляем по хопе. Турицыки сладости. Пирожное. Это был магазин сладостей. Гуляем по квартальчикам. Получается, тот ряд был пищевой, а этот ряд вещевой. Следующий. Мы вот параллельно справа там шли. Тут можно между улочками проходить. Вправо, влево. Чемоданчики. Ботиночки. Можно сквозь магазин, и некоторые проходить. Ну, закрыто. Видишь, магазин закрыт. Все это мы недалеко от мечети гуляем. Ориентир. Ориентир. А это все сверху жилые дома. Вот они выглядывают. Белье сушат, например. И все это вот сюда. Пешеходную дорожку. Сейчас еще зайдем в этот магазин. Называется Бим. Посмотрим, что там. Мы одни вообще в магазине. Вот дни. Чупачоксики. Так, 10 лир. Это 300. 10 лир. Это 38 рублей. Ну, 40 рублей. 10 лир. Это 40 рублей. Да, где-то так. Так, смотрим. С чем? С сыром? Ну, похоже, да. На то. Я сейчас думал, с маршмеллой. Ага. Сырочки. Так, сыр, колбаска. Вот у нас специи. Переходим сюда. Кто там? Руссо. Ага. Оливешка? Руссо. Руссо туриста. Так, еще я беру вот этот тунец. Он стоит 40 лир. Здесь две упаковочки. Затем ванильный доктор Орткер ванилин. И разрыхлитель теста. Какие чашечки симпатичные. С котиком. С ушками. А вот тут недалеко еще один магазин, в который очень любят ходить. Люди, которые приезжают сюда с чемоданами, как называют, закупщики, как называть. В общем, грузины приезжают закупаться, вот, в магазин СОК дальше находится. Там, ну, что-то типа оптовки, может быть. Вот тут. Такой достаточно известный. И считается недорогой. А вот еще какой-то А101. А вот здесь тоже. Никакого ажиотажа нет. Ну, сейчас тоже тут кое-что по мелочи посмотрим. Не ошибаюсь, этот магазин еще дешевле, чем в котором мы были. Еще более оптовый. Нам нравится очень вот этот арахис. Вкусный. 35 лир стоит. И фундук еще возьму. 32 лиры. Много всяких орешков. Фисташки, кстати, вот 50 лир. Тут, наверное, различные специи. Крупы. Фасоль. Стаканчики для мороженого. 7 лир. А это что? Лукум. Смотри, какой интересный, да? Попробуем. А там в этой марке нет тунца. Туни 51. Это 3 баночки тунца. Это другой тунец. А это что у нас? Это, кстати, песто. Соус песто. 46 лир. Макароны. Борилла стоит 19 лир. Что еще? Вот заморозку еще можно посмотреть. Вот, кстати, стаканы для чая. Вот такие турецкие. 22 лиры всего стоят. 6 маленьких таких стаканов, которые на рюмочке похожи. Типа 9 лир. Один стакан. Всякая заморозочка. Смотрите, какой пирог с брензой. Это я не знаю что. Это тортики замороженные. Цены вот. По-турецки я не могу прочитать. Ну, тут примерно по названию можно понять, что это такое. Мы взяли креветки за 22 лиры. Последнюю пачку. А вот, кстати, еще вот креветочки. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. Вот эти я взяла креветки. Смотрите, пачка стоит. Сейчас мы спросим. Каридас Делюкс. Это уже, смотрите, заморозенные бургеры. И есть целое ведро. Наверное, типа наггетсы. И все. Уже разогревайте и кушайте. Мы возьмем вот эти креветочки. Они стоят 39 лир. Но это типа 200 рублей упаковка. Уже чищенные, по-моему. Заезжаем в химию. Что у нас тут? Огромные пачки. Ивролост. С того раз еще не закончились. Уже несколько месяцев стираем, не перестираем. И всякие хозяйственные еще штучки тоже есть для кухни. Средства для уборки. Смотрите. Доместис какой. За 60 лир. 200 рублей. И 3,5 литра почти. 3,2. Посуды тоже много. Для запекания. Вообще 60 лир всего стоит. 200 рублей. Вот такая форма. Игрушки. Тут, наверное, супер цена какая-то. Немножечко закупались. Чуть-чуть. Здесь рядом с морем есть кафе. Сейчас поедем покушаем туда. И, наверное, доедем до Кемаль-Паша. Такого центра. Мимо которого я ехала. Все очень быстро. Удивительно, что погода. Дождя нет. По прогнозу дождь был. Но ветрено. Кстати, по поводу землетрясения. В Трабзоне и в Хопе не было землетрясения. Там какие-то толчки были легкие. Но таких сильных разрушений, я так поняла, что вообще разрушений вроде как нет. Рядом с Грузией. И вот то, что происходило буквально недавно. Здесь эту местность обошло стороной. Мы были, вот видите, мечеть. Вот там. Мы были, получается, там на рынке. Вот здесь пешочком мы ходили сюда. Вот это все, вот в эту часть. За этим зданием там все такие магазинчики, как рынок. Вон еще один сок-магазин. А вот здесь находится трасса. И вот здесь море и, собственно, кафешечки. Вот. Мы хотим вот в это кафе сходить. Посмотреть, что там есть. И, наверное, пообедать. Вот там горы. Там Трабзон у нас. А там у нас находится Грузия. Батуми. Магазинчики. Дома. Идем. Еду. На второй этаж пойдем. Ой, а тут какое... Потом дойдем до пирса. Потом да, прогуляемся. Истасион кафе. Истасион. Истасион. Для того, чтобы посмотреть меню, сканируем QR-код. Нажимаем вот сюда. И открывается меню. Выбираем язык. Тут есть английский, русский. Турецкий. Грузинский. И выбираем, что покушать. Вот цены. Мы взяли пасту с креветками. Салат Цезарь. И тарелку. Там на ней какие-то луковые кольца. Картошка. Что-то еще. Знаете, что-то прикольное? Сейчас попробуем завтрак турецкий. За 250 лир. Вот такой большой. И за 120. Всякий вот тост с яйцом вообще. Аппетитно очень. А еще у нас вот такой шикарный вид. На нашем столике. Большой кафешка. Большая. И людей много. Да, Гриша? И турецкий чаек мы себе заказали. Вот так называется набор. А где луковые кольца? А здесь что такое? Вот это не луковые кольца? Не знаю. Это луковые кольца. Нет, это не луковые кольца. Это что-нибудь готовые? Не знаю. Вот так выглядит паста с креветками. Кстати, с тобой мы еще и мизи лежат, да? Что лежат? Аппетитно. И пахнет аппетитно. А вот это огромный салат Цезарь. И вот такие вот. Только я луковые кольца здесь не нашла. Надо спросить, где они. Мы можем тоже подчаек покормить. Красивый наперся. Красивый вид из окна. В целом все вкусно. Нам понравилось. Артем пошел оплатить чек. Ну, кстати, есть вкусняшки. Всякие вкусности, сладости. Пирожный. Шоколадный шоколад. Пойдемте направо покормим. Чаек. Пойдем. Сейчас птичек пойдем кормить. Птичек пойдем на пирск кормить. А потом на площадку. Вот так называется кафе. Здесь турецкие завтраки, наверное, очень популярно. Но мы что-то уже обедали в следующий раз. Капюшон на голову. Единственный минус. В кафе в Турции нет разделения курящих и не курящих. Все залы одинаковые. Курите где хотите. Поэтому, если ты сидишь с ребенком или ты вообще не куришь, рядом может оказаться сосед, который будет на тебя дымить. Какие ступеньки интересные? Вот сейчас кто-нибудь может носом просто... А там есть конец пирса. Гриша, подойди, пожалуйста, Гриш. Ой-ой-ой. Сейчас я буду бояться. Капюшон, Гриша. Вот в этом кафе мы кушали. Надя, держите. Ой, все, у меня уже ноги подкашиваются. А смотри, какая тут синяя прозрачная вода. Я дальше не пойду. Вы хотите... У меня инфаркт случился. Вот здесь кормить пойдем. Вот там, с пирса пойдем. Нет, не... Ой, там на камнях вообще класс. Вот там сидит на камнях. Как будто там... Коряга, что ли, не пойму. Давай, вытаскивай. Прямо по чуть-чуть, чтобы они видели, что ты будешь их кормить. А где его куртка? О! Есть! Контакт! Сейчас Киришина куртка в воду упадет, и все. На, Гриша, кидай. Кидай быстрее, вот птичка. От дыры вот от этой отойди. Переломай кусочки и кидай сюда. Ломай, ломай. Сюда нет дыры, отойдите, пожалуйста, вот сюда. Давай, кидай. Ого, она схватила. Артем, ты что хочешь в моей смерти? Где-то пешеходный переход, прямо рядышком. Интересно, порубили пальмы или их ветром снесло листья? Быстро, быстро, быстро! Все, мы успели. Это мы приехали в Кемаль-Паша, буквально, наверное, минут 15-20 мы ехали, да? 10. 10? 10-15 минут, и мы в Кемаль-Паша. Я бы в аптеку зашла вот сюда, мы припаркуемся где-нибудь. Узнала бы цены, да, хотела цены посмотреть. Можем наехать, да? Вот здесь многие в Грузии, кто приходит к границу, здесь закупаются, вот здесь, в этих магазинчиках. И обратно, вот какой-то тоже магазин, мы там не были. Но перед Новым Годом людей с чемоданами было больше. Не так уж и много. Текстиль. Вот, наверное, аптека, да-да-да. Пойду схожу, посмотрю, что есть. Здесь можно припарковаться, интересно. Так интересно. Переходишь к границу, и сразу город начинается. Многие границы, например, во Владикавказе, Делари, Делари называется, да? Делари называется. Верхний Ларс, Делари. Нет, Делари и Верхний Ларс, по-моему, так. Или этот... В общем, там расстояние. А здесь вот ты перешел, и сразу кафешки начались, сразу вот тут прошел три метра, и уже город. Время три часа, уже очередь стоит обратно. Все закупились с чемоданчиками, а мы идем только с паспортами и с телефоном. Он там, кстати, Артем стоит, вон он. Hello. Просто, oh my god. Я рекомендую это его. Мы, как обычно, прошли границу быстрее, чем Артем. По-моему, только одна полоса вообще впускает, остальные фуры. Только одна легковая. Тут они прямо границу из Грузии, вот с телегами с этими. Переходят границу, там закупаются, и телеги катят обратно, представляете? Вот с такими огромными чемоданами, пакетами. В Турции покупают, в Грузии продают. Все, мы уже в Батуми, время полшестого. Мы сегодня прям быстренько съездили. Гришуля у нас дремит, Кирюшка тоже. Смотрите, какое дерево в Батуми. Расцвело. Вы представляете? Как оно называется? Вообще, оно так пахнет, как орхидея. Вот это да. Такое красивое. Что это за деревья? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень напоминает орхидею. Ну, орхидеи не бывают, да, и орхидеи не бывают, дождь растет с деревьями. Даже цветок. КОНЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...